Приветствую вас, дорогие, я Крайон из службы магнетизма. Вам кажется странным, что переход происходит так быстро, не так ли? Мой партнер уже рассказывал о понятии странность. Странность того, что считать реальным, а что, нет, является странностью только в 3D. И в той линейности, в которой вы живете, это учение нужно для того, чтобы вы вышли из нее и переместились в большую коробочку, чем ваша. И кажется, что вы не совсем это понимаете, но однако, хорошо себя в этом чувствуете. Дорогие, вы не должны знать все детали, чтобы наслаждаться любовью. Вы не должны знать детали, чтобы Дух продвигал вас в те области, которые лучше для вас и прекраснее для вас. Вы не должны знать детали о том, как устроены часы, чтобы узнать, когда и почему. Вам не нужны причины, чтобы наслаждаться и участвовать в том, что Бог имеет для вас. Но многие из вас переворачивают это с ног на голову. Вам непременно нужно узнать, как и почему, знать детали, чтобы получить ответы. И это особенно интересно, когда вы сталкиваетесь с непредвиденным, с тем, чего вы не подозревали, усмешка Крайона. Исправьте это, сейчас, мне нет необходимости знать все детали. Вы присутствуете на такой встрече и получаете эти вещи. Они даются вам. Затем они задевают вас интеллектуально. Потом вы хотите сесть и проанализировать это, прежде чем примете. А что, если все это, часть изменений, о которых мы говорим? Когда эти вещи будут представлены вам в следующий раз? Даже если вы будете разбирать их потом с друзьями. Я хочу, чтобы вы распознавали эмоционально и своим сердцем, идеальны ли они. И вы начнете с веры, а только потом вы поймете почему. Если вы заранее хотите понять почему, вы можете так никогда этого и не достичь. И все это останется лишь частью ваших предположений. Вы делаете предположения о том, что вы слышите прямо сейчас. О том, действительно ли это приходит от Духа. И, хотя это так и есть, но не все из вас это допускают или предполагают. Даже в такой группе работников Света есть те, кто говорят, ну, ладно. Он частично в 3D, а частично не в 3D. Ну, ладно. Это говорит не реальный крайон, это частично он, а частично окружение, а может и высшее я немножко присутствует во всем этом, смешанном месте, дающим эти послания. А когда послание заканчивается, то все, чем вы заняты, это пытаетесь понять, кто это говорил, и вы совсем ничего не услышали. Совсем. Ничего и никогда не услышали. Еще минуту назад с вами разговаривал человек, но сейчас это не он. Что это, как вы думаете, что является реальностью? Когда приходит вера в такого рода вещи? Хорошо. Я собираюсь еще раз подтолкнуть, расширить ваши границы. Если вы не верите в то, что это реально, и в то, что приходит, то вы не верите совсем. Обзор первой части, дорогие. То, что я хочу вам сегодня рассказать, будет дано просто и с любовью. Это второй ченнелинг, продолжающий тему «Ваши предположения». Мы назвали его «Ваше предположение 2». И мы хотим дать краткий обзор первого послания, чтобы вы ничего не пропустили. Люди должны узнать, как выйти из той коробочки предположений, в которой они находятся. Она основана на всем, чем вы являетесь. Что вы слышали? В чем принимали участие? Или в чем вы живете? И вам так трудно выйти из нее? Мы знаем это, мы находимся рядом с вами. Если бы вы пожелали, мы могли бы приостановить ченнелинг прямо сейчас и сказать «Мы знаем вас, поверьте». Мы знаем, почему вы здесь. Мы знаем, верите ли вы в это, или нет. Мы рассказывали вам о двери, которую вы могли бы открыть. Это метафора. Это разрешение выбраться из коробочки предположений к другой реальности, которая настолько больше, чем то, к чему вы привыкли. Это дает вам разрешение на доступ к тому, что вы не можете видеть, но чувствуете. Это дает вам понимание того, что вокруг вас есть энергии, имеющие личностные свойства, но это могут быть не ангельские энергии. Возможно ли такое, что сама физика осознает, что генерирует ваше сердце, когда в нем есть любовь? Это реально. Это эмоция. Это поле. Это отношение. Обладает ли это энергией, чтобы подталкивать окружающие вещи? Влияет ли это на вас и на других? И, если да, то как именно? Все эти вещи, эти эзотерические вещи, о которых мы только что сказали, это часть того, чему люди учатся, но так и не поняли реально. Когда-нибудь появится то, что вы бы назвали научным доказательством этого. И тогда оно объяснит многие вещи. Но вам придется еще подождать этого. Хотите ли вы почувствовать это сейчас? Сколько раз мы давали вам это послание, о том, что вы не имеете представления о том, что такое любовь. И однако вы любите. Вы принимаете это. Вы хотите этого. Это основная человеческая эмоция. Не правда ли? Когда вы рождаетесь, и ваша мать смотрит на вас, в этот момент вы любимы. Это эмоция мати и дитя. И вам не нужно в этом разбираться. В любви существует тесная связь, привязанность одного к другому. Так много книг написано об этом. Столько рассуждений. И столько романсов про Пета. И вы хотите этого, потому что вы чувствуете это. Но вы не можете этого объяснить. И подобно тому, как вы принимаете любовь, не имея полного представления о ней, также многие из вас могут воспринимать те вещи, которые мы сегодня обсуждаем. Мы вынуждены говорить метафорами, по той причине, что у вас нет слов для некоторых из основных принципов, которые лежат в основе коммуникации между Духом и вами. У вас даже нет соответствующих понятий для этого. И однако, мы рассказываем вам все об этом. И нам приходится говорить метафорами. В прошлый раз, когда мы встречались в другом месте, мы давали послания о ваших предположениях. И там была такая метафора. Слабовидящий человек обнаруживает себя живущим в весьма комфортных условиях. Он живет так годами. Он улучшает все окружающие его вещи, в которых ему комфортно. Он все вокруг опознал и способен работать с этим. Даже несмотря на плохое зрение, он легко выживает. Он чувствует себя любимым. Он знает, где пища. И все, что ему нужно для выживания в социуме, понятно ему. И он мог бы жить так еще очень долго. И за все это время он ни разу не заметил, что там есть лифт. Лифт – это метафора того, что, живя в 80-этажном здании, он предполагал, что в этом здании есть только один этаж. Причина, по которой он не обнаружил лифта, заключается в том, что он так предположил. Он искал другие вещи, а не лифт. А лифт все это время был там. О, да. Он чувствовал его наличие. Он мог даже видеть его мысленно. Но при этом он принимал это за простое искривление в стене, совсем невидимое. Он просто предположил. Принял одну вещь за другую. Мог ли он найти лифт? Что это означает? Мы объясняем это сейчас. Как мы делали это недавно. Метафора лифта лифт. Это метафора способности переместиться вместо высшего сознания, духовности, понимания, знания. Все это время было достаточно только лишь предположения о том, что там больше ничего нет. Он мог бы почувствовать его на ощупь, если бы подумал, что там что-то есть. Но он ни разу не нашел лифт. А как вы думаете, что могло бы произойти, если бы не было предположений? Он просто пошел бы в ту комнату и обследовал бы все, что там было, не делая никаких предположений. И он мог бы обнаружить лифт и зайти в него. Вот какова метафора лифта. Дорогие, слушайте внимательно. Он заходит в лифт. И лифт переносит его на следующий уровень. Он выходит из лифта на втором этаже. На третьем этаже. И обнаруживает вещи, которые превосходят все пределы его воображения, которые значительно улучшают его жизнь. И это метафора о том, что лифт автоматически поднимает его на более высокий уровень, потому что он обнаружил, открыл его. Обратите внимание, я не говорил, что он не заметил лестничный пролет со ступеньками. Это не лестница, потому что по лестнице вы должны взбираться сами. Преодолевая ступеньку за ступенькой, доставляя весь вес вашего тела в то место, о котором у вас нет никакого представления. Не зная о том, куда вы попадете. Ступенька за ступенькой, прилагая усилия, пыхтя и отдуваясь. На все эти известные вам вещи, мои дорогие, в этой метафоре нужно обратить внимание. Дух не заинтересован в том, чтобы вы совершали работу, чтобы добраться до следующего этажа. Вы слышите это? Вы подниметесь туда на лифте. Потому что вы заслуживаете этого. Потому что уже пришло время для этого. Это принадлежит вам по праву. Подняться на более высокие этажи – это ваше право. И те, кто твердят вам, что Бог заставит вас работать, чтобы достичь этого, они не знают о Боге. Они знают о людских правилах. Они знают о предположениях, которые утверждают, что вы должны тяжко работать для того, чтобы достичь второго этажа. Позволь мне сказать тебе вот что, старая душа, ты уже работала тяжко. Если ты обнаружила лифт, поднимайся на нем. Как тот, кто поднимается так нежно. На руках у Бога. Потому что ты желаешь этого. У человечества так много всего написано о том, как угодить Богу различными путями, чтобы взобраться по ступенькам этой лестницы, преодолевая себя. И, может быть, некоторые из вас так и поступают, продолжая и продолжая делать это. Но вот только для того, чтобы попасть в наше место, этого не требуется совсем. Не таким путем. Очевидно, имеется предположение, что вы должны работать. А вы не должны. Потому что вы идете вперед. Потому, отбрось это предположение, и поднимайся на лифте, понимая, что тебя поднимают на следующий этаж. При этом у некоторых возникают вопросы. Разберитесь с этим, всегда ли был этот лифт? Ответ. Да. Был ли этот лифт еще до того, как вы зашли в комнату? Да. Существует ли еще что-то похожее на лифт? Что вы, может быть, пропускаете? Да. Все уже есть я намерен дать вам надежду, и об этом мы уже упоминали вскользь раньше. И это, самая прекрасная вещь, которую я в общем могу сообщить человеческому существу, в тебе, все то время, пока ты ходишь по планете, есть все, что тебе когда-либо может понадобиться. На тысячи лет эволюции это не появляется у вас магически. Лифт всегда был так же, как и все, что вы можете себе представить. Это встроено в вас. Вы рождаетесь с этим. Это в вашем мозге. И в генеалогии вашей ДНК, которая заполнена этим. Духовная сила, которая есть вы, гарантирует это. Все, что вы должны сделать, это обнаружить. Это означает, что все, о чем когда-либо говорили, что вы можете сделать, в каком бы то ни было из департаментов, духовности, или здоровья, сознания, или веры, это все уже есть там. У вас имеются предположения, что вы должны пойти и найти, научиться этому, применить это к себе, активировать, вытащить наверх, работать с этим. Это уже там. Назовите это. Некоторые из сидящих сейчас в креслах, вы пришли за исцелением, сегодня. Я знаю, кто здесь есть. Реально знаю. Вы знаете, что я с вами во всем, что с вами происходит. Вы знаете об этом. Не краен, но окружение, которое я представляю, от источника творения, частью которого вы являетесь, сопровождает вас на всем протяжении. Все мы. Вы пришли, и вы хотите для себя исцеления. Здесь есть кто-то, кто хочет исцелиться от страха. Я знаю тебя. Есть другой, кто хочет быть исцеленным от вредной привычки. Я знаю тебя. Есть кто-то, кто хотели бы прогресса в их сознании для следующего шага, потому что они чувствуют задержку. Я знаю тех, кто здесь находится. И я могу адресоваться к каждому из вас с такой же информацией. Такой же прекрасной. Такую же информацию имели все мастера планеты. Все встроено. Но тот, кто пришел за исцелением, ты родился с этим. Это дожидается веры. Это дожидается активации. Это не дожидается, чтобы что-то сделал Бог. Это твое. На нем твое имя. Вот, почему это нужно тебе. И потому ты откроешь эту дверь веры, понимая, что исцеление всегда было твоим, все время. Возьми руку целителя, твое высшее Я, и будь исцеленным. Избавление от привычек, от страха. Это всегда там было. Противоположность страха – это сострадание и любовь. И сострадающий человек выйдет из страха так, чтобы он никогда не вернулся. Никогда. Если вы верите в это, это внутри. Нет иного процесса, чтобы обнаружить это в себе. Реально нет, чем тот, что и есть самопознание. Все учителя работают с системами самопознания, самораскрытия. И на вопрос, кто я, можно ответить пониманием систем, которые это показывают. Они не вне вас. Не существует системы, которая была бы вне вас. Каждая отдельная система – это о тебе. Чтобы перенести тебя в то место, в котором ты можешь понять, это всегда было там. Всегда. Вы можете это иметь. Вы стремитесь к высшему сознанию. И, почему же, вы не принимаете этого? Вы могли бы сказать, что вы родились с этой печатью, с этим маркером. Это маркер перерождения к высшему сознанию. И вот, вы стараетесь отыскать, как это найти, как это получить. Кто даст вам это? А вы с этим родились. Крайон. Ты ходишь по кругу. Я не хожу по кругу. Ибо для тех из вас, кто реально обращают внимание и понимают, что это послание, отчасти эзотерическое, отчасти дается на третьем языке. Я говорю вам, что внутри вас уже имеется каждый ответ, потому что у вас внутри есть Бог. И все, что вы должны сделать, это расслабиться. Расслабьтесь. Верьте. Понимайте эти вещи. И если ты хочешь идти дальше, и видеть красоту систем, которые позволят тебе даже расширить это, исцелять других, то это здесь, для тебя, в этой комнате. Но так многие из вас сидят и ждут, что что-то произойдет, ожидают найти лестницу, по которой вы могли бы вскарабкаться, ожидают процесс или процедуру преодоления, или список. И это совсем не то, это, прекрасно, Йо, Крайон. Ты имеешь в виду, что если я решу здесь, и сделаю глубокий вздох и представлю с состраданием, я смогу иметь эти вещи? Я могу сказать тебе, ты только что произнес основную, базовую, истину человечества, улыбка Крайона. Визуализируй себя в мире и спокойствии. Визуализируй себя вне страха. Визуализируй себя исцеленным. Настолько полно, что ты пойдешь, смеясь и радуясь. Потому что это ушло. Того, что было с тобой, больше нет. Ты можешь сказать, случилось чудо. И все это было в тебе. Это, ты, пробужденный к тому, кто ты. Некоторые из вас ожидают, когда сложатся определенные обстоятельства, которые должны быть сначала изменены. Возможно, это в семье, или на работе. И вы заламывете руки и беспокоитесь. Видите, я знаю кто здесь. Дорогие, вы подчинены часам. Вы ожидают асинхронистичность. Вовлечены ли в это другие, или нет? Да, они вовлечены, они должны. И поскольку вы не можете повлиять на проблемы, в которые вовлечены другие души, то вы вынуждены дожидаться, пока наступит подходящая синхронистичность. Для всех этих вещей, чтобы они произошли именно таким путем, как вы просите. Или вы ожидаете чего-то того, о чем вы не знаете. Чтобы свершилось это или даже еще лучшее. Вы согласны с этим? Видите, я знаю кто здесь. То, чем вы обеспокоены, удерживает вас в коробочке обеспокоенности. То, чего вы боитесь, удерживает вас в коробочке страха. То, во что вы лишь частично верите, удерживает вас от полной веры. Дорогое человеческое существо, слушающее или читающее это послание, можешь ли ты отбросить то ментальное, что обволакивает и сковывает твою веру, и двинуться к следующему уровню, и позволить этому лифту взять тебя туда. И почему ты должен удовлетвориться только лишь вторым этажом, когда тебе доступны все 80 вещи, которые, возможно, для тебя, не имеют конца. Они прекрасны. Они доступны. Если только ты позволишь уйти предположением о том, что ты думаешь, что тебе известно, как это работает. С этими предположениями ты считаешь, что одно должно предшествовать другому. Сначала достичь первого, а лишь затем второго. Как это линейно? Почему нельзя пойти по полной программе? Вы, часть единого механизма, мы давали вам послание. Пять в круге. И, если вы помните, в нем говорилось, вы предполагаете, что вы принадлежите коробочке, и у вас есть работа, которой вы занимаетесь. И вы делаете ее, не глядя ни на кого другого. И некоторые из вас говорят, только эта коробочка и существует. Потому что только это я и понимаю. Потому что все другие делают это не так. Не понимая, что нет никаких коробочек, вы, часть единого механизма, который есть любовь Творца. И та часть, которую исполняете вы, это и та часть, которую исполняю я, как район, как одна часть, которая является частью многих. Все вы. Все вы являетесь слиянием энергии и источника Творения. Это может проявляться как ваша специализация. Но, реально, это не так. То, что ты делаешь как часть этого чудесного механизма любви, заставляет работать весь механизм. А то, что они делают, заставляет тебя выполнять свою работу. И совместно вы создаетесь двиг в сознании и мир на Земле. Но этого нет, если вы остаетесь в сомнении, как это работает. Или даже, доберетесь ли вы туда. В этом заключено довольно простое послание. Покончите со всеми теми вещами, которые ограничивают вас, перекрывают вам доступ. Это, старая вера. Или те вещи, которые вам, возможно, навязали другие. Даже родители. Даже ваши учителя. Пришло время думать самостоятельно. Самостоятельно. Распознава то, что предназначено для тебя. Для тебя. И только для тебя. Душа. А не для кого-либо другого. Соберись сам и получи лифт. Для исцеления от страхов. Для самодостаточности. И обрети эти вещи. Никогда еще не было такого послания о могуществе человечества. Это должно произойти с вами. И это не зависит от того, какой у вас возраст. Нет никакой разницы. Потому что старая душа может прийти сюда, имея огромное число воплощений. И быть совсем молодым человеком. И вам известно, к ком я сейчас обращаюсь. Это останется с вами, дорогие. То, что вы обнаружите в этом лифте сегодня. Послушайте меня. Это метафора. Она скрытая. То, что вы обнаружите в этом лифте сегодня, будет с вами, когда вы родитесь в следующем воплощении на этой планете. И это останется с вами, если вы пойдете на третий уровень, на четвертый уровень, на восьмидесятый уровень. И когда вы родитесь на этой планете в следующий раз, то вы продолжите с того, на чем вы ушли, а не сначала. Вы услышали меня. Это, то новое, о котором мы говорили вам в других посланиях и другими метафорами. Это больше не будет линейно. Совсем нет. Проникнитесь этими вещами. Впитайте это как губка, потому что то, что вы узнаете сегодня, это навечно. Старая душа, это то, для чего ты пришла. На сегодня этого достаточно. Я хочу, чтобы покидая это место, вы ушли совсем другими, чем вы пришли. Я хочу, чтобы вы ощутили в себе эту силу. Даже если вы, может быть, не поняли ни слова. Смех Крайона. Вы уходите, обладая этой силой. Я не знаю, о чем Крайон рассказывал. Я не знаю, что делать. Это все звучит так замечательно. Но я так и не знаю, что делать. Дорогие, не делайте ничего. Но посмотрите на себя. Вы слушаете же меня до конца. Вы больше, чем вы думаете. И процессы, которые вам нужны, чтобы найти лифт, будут даны вам, потому что вы хотите их. Без ограничений, без глубокого понимания. Дорогой дух, покажи мне то, что мне нужно знать. Чтобы попасть туда, чему я принадлежу. Это, или что-то еще лучшее, предназначенное мне. Я уже в пути. Спасибо. И это все. И затем отступи и отпусти. Потому что ты только что выбросил коробочку из своих предположений. И из того, как ты считал это делается. Ты обладаешь этой мощью. Возьми ее. Пришло время. Я, Крайон, влюбленный в человечество. И этому есть хорошая причина. И это так. Район.